Кто-нибудь поучаствует в этой волшебной передачи? Конечно, мы все поучаствуем. Давай нам вопросы. У нас Роман любит разговаривать. Роман, иди сюда к нам. Романыч, тебя ждем одного. Иди сюда. Привет, сейчас подойду. Братское ты сердечко. Какого сказочного Джина спас из заточения советский мальчик? Советский. Каких советских мальчиков мы знаем? Советский. Советский мальчик. Это не Аладдин точно. Это по-любасу. А, Васька Вица. Вася. Гуглить нельзя. Что делать? Гуглить. Очень, очень нельзя. Тогда гадаю. Пускай будет Марс. Здравствуйте. Уже 40 минут я шарахаю здесь. И никто не хочет участвовать в моей веселой передаче. Может быть, вы все-таки поучаствуете в этом безобразии? Я вам задаю пять вопросов. Вы на них отвечаете и получаете вопросы. И мы разбегаем. Ну, такая передача, не нуждаетесь. Очень простые и сложные вопросы. Класс. Как мы расположимся? Мы встанем, ляжем, сядем. Я могу сесть, да? Просто супер. Это Михаил. Он мой друг очень хороший. И сегодня он решил побыть моим оператором. Мишань, нас хорошо видно? Нас и слышно хорошо? Солнышко встало, там можешь покрутить барашек. Ты молодец. Он в этом особо не соображает, поэтому... Google я могу? Google? Google? Я буду Googleом. Я буду Google. Буду вам подсказывать обязательно. Так, как вас зовут? Вера. Вера, меня зовут Евгений. Давайте начинать эту неинтересную передачу. Мешок чего прислал Петр I из Голландии в Москву? Гречки. Ну, либо песка. Гречки. Сахарный песок. За каждый правильный ответ я даю 200 рублей. Хотелось бы, чтобы этот ответ был правильный. Пока неправильный ответ. Пока неправильный. Пока неправильный. Так. Мешок. Сейчас, секунду, я забыл, какой был вопрос. Мешок чего? Мешок чего прислал Петр I из Голландии в Москву. И после этого стали жрать мы это. Каждый день сейчас мы это все употребляем. Сахар. В свой изнеможденный организм. Нет, не сахар. Итак, у вас осталось около 40 минут, чтобы подумать. Михаил, можно не болтать вот так вот камеры? Все-таки у нас профессиональная организация. Нет, я не знаю. Я сдаюсь. Вы сдаёте. Да. И правильный ответ был картофель. Мешок картошки? Да. Вредный. Я не ем картошку. Поэтому я не вспомнил. Булки всякие. Сахарок. Есть грешок? Да, есть. Картошку не люблю. Айдаха? Нет. С укропчиком? Нет, не ем. Какой автор романа «Принц и нищий»? Нет, не знаю. Можно воспользоваться гуглом. Гугл, да гугл это я. Я же гугл. Я гугл. Так, этот мужик, наверное, я точно не знаю, но, скорее всего, он написал еще про Геккель Берифина. Нет. И Тома Сойера. Нет. Да или нет? Да или нет? Кто это? Возможно, я заблуждаюсь. Подожди, Геккель Берифин, Том Сойер. У тебя оператор не знает ответа. Если бы я не нашел ответы на эти опросы в интернете, я бы тоже не знал, поэтому... Я тоже не знаю. Я не начитанная настолько. Друзья, если вы тоже не знаете, то напишите, что мы тоже не знаем. Будьте честны. Вообще. Искренне. Ну, не знаем и не знаем, господи. Необразованные. Что такого? Подумаешь, важность какая. У меня написано в ответах, что это Марк Твен. Знаю. Знаю. Такое. Слышала. Слышала. Главное, чтобы Томас Сойера и Геккель Бери тоже Марк Твен написал, а то скажут, какой ведущий. Вот вопросы задают, а сам ни хрена не знает. Третий вопрос. Попросим, можно? Да, я буду стараться. Так. Какого сказочного Джина спас из заточения советский мальчик? Советский. Каких советских мальчиков мы знаем? Советский. Советский мальчик. Это не Алладин точно. Это по-любасу. Советский. А, Васька, Витя. Ну, я поняла. Наверное. Наверное. Вася. 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 Это был фильм какой-то такой. А, это советский фильм «Черно-белый». Они там с девками. А не в этом фильме он стал старым, этот мальчик. Нет? По-моему. Нет, наверное, не в этом. Нет. Там было два друга. Два мальчика друга. Я помню. И Хатабыч. Хатабыч. Это совершенно правильный ответ. У вас в копилке уже 200 рублей. Гуляю. Вера, на что вы потратите эти деньги? Не знаю. Даже не знаю. Но мешок картошки. Вопрос number four. Да. Какой молочный продукт является основой для приготовления Пасхи? Пасхи. Основа. Мука. Изюм. Постная. Это постная. Мука же идет. Мука. Давайте начнем с самого начала. У нас праздник. Праздник. Мы пошли, посвятили кого? Яички. Яички посвятили. Помимо яичек, что еще есть? А, паспальные кексы. Вот этот кексик, он и есть. Есть Пасха. Его называют Пасха. Да. Нет? Так, Миша качает головой. Я неправильно говорю? Куличи. А, куличи. Так. Куличи. А есть Пасха. А Пасха и куличи? Это разные вещи. Это разные вещи? Да. Куличок это такая мучная штучка, а Пасха это пирамидку такую строит. А я не знаю. Я только куличи кушала. А Пасха из чего? Из творога. А, нет, я не ела. Нет? Нет, ни разу. У меня теща делает. Да? Да. А так я бы тоже не ел бы ни разу. Я не ела, честно. У меня бабушка раньше не делала. Она только вот этими листьями эти яйца все вот это вот сделает, накрасит. Да. Да. Плечей этих вот наделает и все. А Пасхи у нас не было никогда. Это, это, ну, это у других, наверное. Я яйца научилась красить в этом году. Ученые выяснили, что на спутнике Нептуна Тритоне есть то, о чем написал Вивальди в 1723 году. Нет. Что это? Нет. Не знаю. Мы сейчас будем сектынить. Наверное, это мир какой-нибудь, да? Мир во всем мире. Мир, мы за мир. Кстати, Вера, мы за мир во всем мире. Да. Наша организация, которая называется Негодяй ТВ, также приветствует только мир во всем мире. Все остальное, можно матом я ругнусь? Нет. Нельзя. Все остальное блядство, которое происходит, мы это не приветствуем. Пис всем и кис. Вивальди что начерикал? Вивальди начерикал, а у Нептуна то же самое это и есть. И это и у нас тоже есть. У всех это есть. И у нас это есть. И сейчас, наконец-то, оно наступило, потому что... Конец света? К сожалению, пока не наступил конец света. К сожалению. Вивальди, Вивальди. Чем отличился Вивальди? Нет, я не знаю, честно. И это есть у нас на планете, и там, оказывается, на той планете тоже есть. А как оказалось, может быть, если там оно есть, не во всех планетах это есть. Жизнь не во всех планетах есть. Есть, когда холодно, есть, когда жарко, а есть, когда и листья позеленели желтком, сизым, огнем. Это была подсказка от гугла. Я не знаю. Нет. Итак, спонсор нашей передачи Евгений Ширепродуксион. Это канал тоже другой есть. И человек тоже есть такой же человек, как и я. И если некоторые люди думают, господи, неплохой же ведущий. И кичка у него на башке есть. И волосы на лице есть. Почему он тратит время, снимая эту дебыльную передачу? Я скажу, нет, друзья. Не только эту передачу я снимаю. Есть еще и влоговый канал, где тоже все есть. Времена года. Времена года. Это вы сейчас ответили случайно на вопрос. Вообще, ну... И это правильный ответ. Итак, вы пока передаете кому-то привет, а я лезу в копилку за лавэхой. Всем привет. Всем мира. Возьмите в руки микрофон. Всем мира, всем привет. И будьте добры друг другу. Как мы. Да. Друг другу. Нет, мне не надо. 400 рублей. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Возьмите. Не надо. В смысле? Я специально одну пятерочку снял. А все остальное это сотки, как бы, да? Видимость создать. Да, видимость. Типа, я на лавэхе, ребята. 400. Ну, прошу вас. Я нет. Вы купите себе какую-нибудь гадость, например, шоколадку. Нет. То есть вы не хотите набрать эти деньги? Нет. Давайте эти деньги мы дадим нашему подписчику. Давайте, да. Который напишет самый добрый, самый хороший. Позитивный. Позитивный, с юмореском комментарий. Точно. 400 рублей достанется ему, а может быть и больше, потому что вдруг кто-нибудь еще не возьмет лавэх. Ой, Вера, спасибо вам большое. Подняли настроение. Вам спасибо. Мы подняли вам настроение? А что, было паршивое? Нет. Настроение у меня всегда на позиции. Ну, супер. Прикосновения делаем кулачками, и я тогда погнал дальше. Еще нужно двоих окучить. Хорошо. Сегодня. Спасибо, до свидания. Давай мне мой этот ботинок, и мы пойдем. Не наступи на свои очки. Здравствуйте. Извините, что я вас отвлекиваю. Мы сейчас снимаем передачу развлекательную, и очень сильно юмористическую. Может быть, поучаствуйте в ней минут пять? Нет. Ну, пожалуйста. Нет, ну что. Я уже... Ой, елки-палки. Блин, это я во всем виноват. Ну, ничего страшного. Все, я побегу тогда, пока вы... Да, да. Я думаю, много молодых, которые с удовольствием вот там вот сколько... Да к молодым подхожу совсем уже обнаглели. Не хотят ничего делать. Вот только вот непонятно, чем занимаются вот это своими мыслишками. Сидят, что-то думают, не думают. Вот, Вероника. Молодец. Молодец. Ну, удачи вам. Ладно, извините, до свидания. Ой, давайте вам очки вот. Спасибо, их много дам. Мы поставим так, чтобы было в это озеро видно. Мне кажется, будет. Серьезно? Куда ты меня привез? Мишань, давай, вовсю снимай нас, блин. Ох, как я переживаю. Это мое первое интервью. Привет. Точно? Да. Может быть, поменяемся местами? Мне здесь хорошо. Ну, ладно. Так, итак, это передача, которая называется Мой день. Так, аккуратнее, мой день. Это канал Негодяй ТВ, я ведущий Евгений Ширяев, а рядом со мной Полина Алексеевна. Полина, ответив на пять вопросов, я все правильно сказал? Нет, меня зовут Кристина. Внимание, первый вопрос. Планета между Меркурием и Землей. Ой, придется гадать. Между Меркурием и Землей. Гуглить нельзя. Что делать? Гуглить. Очень, очень нельзя. Тогда гадаю. Пускай будет Марс. Это намек сейчас был, что это неправильно. Там был намек. Пауза. Венера. Что, простите? Венера. И это совершенно правильный ответ. О, как. Уже есть 200 рублей. Бумажные. Шучу, 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 не надо. Я на интерес играю. Вы уже вторая девушка, которая играет на интерес. Ладно, посмотрим, когда дело дойдет до тысяченки. Тогда возможно. Не тяните. Следующий вопрос. Четырехугольник, у которого только две стороны параллельно. Прямоугольник. Сейчас, секундочку. О, нет, тут-то вообще все по-серьезному. Специи. Специи. Специи? Какие специи? Была подсказка, ведь его-то. Подождите, мне кажется, у вас микрофон не работает, честно говоря. Работает. Да? Не знаю. Прямоугольник. Нет. Нет, я же подсказал. Еще раз подскажите мне. Специя. Специя? Специя. Не знаю. Самое время прорекламировать бизнес Полины или Кристины. Не буду рекламироваться. Вдруг я неправильно на все вопросы отвечу. Уже есть Венера. А это не параллелограмм. А что это? Ция. ЕЦия. Трапеция. Трапеция. Это совершенно правильный ответ. В копилке у Венеры уже 400 рублей. Будем рекламировать, или нет? Нет. Почему? Потому. Тогда я отрекламирую. Ну, во-первых, я веду корпоративы и свадьбы. Об этом надо знать. Во-вторых, я снимаю очень крутые видосы для всех. Даже если нельзя летать на квадрокоптере, мне вообще по барабану, я буду летать на квадрокоптере. Извини меня. Нахрена я его купил? Третий вопрос. Что сделал Иван Грозный с мастерами, зодчими храма Василия... Можно я заново? Можно я заново? Я знаю, что он сделал. Опа! Он выколол глаза, чтобы они не смогли повторить свое творение. Обалдеть. Люблю историю. Сколько же вам, Ольга... Гуманитарий. Годиков. А сколько дадите все мои? Сначала я подумал, что лет 15. Думаю, нахрен даже не буду к этим малолеткам подходить. Мне это надо. Вы мне льстите. Но сейчас я понимаю, что есть бизнес. Что-то там глаза выкололи. 24 года. 25. Какой слой атмосферы находится ближе к Земле? Озоновый. Есть 4 варианта. Так. Термосфера, мезосфера, стратосфера, тропосфера. Вид сзади офигенный. Супер. Атмосфера. Атмосферный слой. Логически порассуждаем. Ближе к Земле. И сейчас те слова, которые мы как варианты использовали, посмотрим, что же ближе к Земле. Термо, мезо, стратосфера. Термосфера. Или тропа. Можно еще раз? Нет, нельзя. Там правильный ответ выделен. Скобочками. Скобочками. В конце сфера. Еще. На букву Т. Тити. Нет. Тропосфера. Тропосфера. Это совершенно правильный ответ. И в копилке у Алисы уже сколько? 600 рублей. 600 рублей. Как 600? 800? 1000. Это же был четвертый вопрос. Вы на все вопросы ответили правильно. То есть 800. Зачем вы путаете меня? Супругой какого троянского героя была Андромаха? Вы же любите историю. И в лампе. Это надо знать. И в лампе? Как добрый день. Нет, это мифы Древней Греции. Таким я не интересуюсь. Вот наши дорожки. А варианты ответа есть? Гектор. Одиссей. Менилай. Ахиллес. А можно еще раз вопрос целиком? Может быть там есть? Супругой какого троянского героя? Троянского героя. Троянский конь. Кто был троянский герой? Именно троянский герой. Ахиллес был троянский герой? Менилай был троянский герой? Нет, Менилай не помню. Одиссей был менилайский герой? Ахиллес. Ахиллес был троянский герой. Ахиллес. Неужели ты не смотрела фильм Трою с Брэдом Питтом? Он там как получеловек-полубог. Обязательно посмотрю. Посмотри обязательно. Фильм Пушечка-бомбочка. У меня на первом месте храброе сердце Мэл Гибсон. Здравствуйте. Здравствуйте. И Троя. До свидания. Сразу же можно идти домой спать после нее. Обязательно посмотрю. Итак, правильный ответ. Ахиллест. Это неправильный ответ. Это был Гектор. Увы и ах. Значит так. Наша уважаемая участница, которую все-таки звали. Кристина. Кристина. И которая не собирается отвечать за свой базар. Потому что она хотела прорекламировать свой бизнес сумасшедшему. Потом она почему-то передумала. Да не будем ее заставлять. Подписывайтесь на канал. Как там у вас? Негодяй ТВ? Да, да, да. Возьми, пожалуйста, микрофон в руки. Привет, передай кому-нибудь. Передаю привет всем своим друзьям. От Кристины. Видишь, пятерка. Это мне. Папки есть. Нет, нет. Твоя зарплата. Твоя зарплата лишь всего лишь 500 рублей. 800 рублей. Да, 800. Прошу, не путесь. Ты не отвесил. Вот тебе трешечка. Держи, пожалуйста. Ну, возьми. Нет. Ну, так на. И пятеркаточка. И пятеркаточка. Ну вот, на мороженое. 800 рублей. 800 рубасиков. Всем пока. Смотри, чтобы сейчас ракету было видно. Чтобы было видно ракету. Не волнуйся. Есть такое. Все, ракета есть? Есть ракета? Мы есть в кадре. Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. Прикосновения. Пока. Пока. Кто самый активный? Вот. У нас именинник сегодня. Ой-ой-ой, ешечки, ешечки. Да, давайте. А я думаю, что у вас тут за корпоратив, ребята? Ничего себе, с микрофоном. С микрофоном. Мы серьезная организация, извините. А как же в соцсети? А что за организация? Организация называется Негодяй ТВ. Кто-нибудь поучаствует в этой волшебной передаче? Конечно, все поучаствуют. Давай на вопрос. У нас Роман любит разговаривать. Нет. Роман. Роман. Романыч, тебя ждем одного. Иди сюда. Привет. Сейчас подойдем. Радское это сердечко. Ради тебя сегодня сюда приехал, понимаешь? Надеюсь, нас снимает скрытая камера. И мы ее не видим. Скрытая. Тем более. Это очень дебильная передача. Называется «Вопросы за бабосы». Сейчас я вам, Роман, задаю пять вопросов. И за каждый правильный ответ вы получаете 200 рубасов. Собственно, я и здесь. Если ваша компашка будет подсказывать, то бабосы будете платить вы мне, понимаете? Они нам. Да? Они нам. Все верно. Тогда получается, мы с вами в одной компании. Тем более. Да. Итак, внимание, первый вопрос. Вы готовы? Конечно. У кого-то день рождения, правильно я понимаю? Да, у Владимира. Владимира. У нашего сурового директора. А, все-таки это корпоратива день рождения. Да. Хорошо. Но в первую очередь день рождения. Слава богу. Первый вопрос. Как называется наибольшая сторона прямоугольного треугольника? Не слишком близко стою? Нет. Хоть меня это волнует, но ничего. Какая еще раз? Можно повторить вопрос? А нет водицы из колодца? Во рту просто пересушило. Есть, конечно. У нас есть и... Аллилуйя. Вообще без газа. Как называется наибольшая сторона прямоугольного треугольника? Очень нельзя. Тогда вообще нельзя. Ну, катит это одна из сторон, насколько я помню. У меня спрашиваете? Я размышляв слух, это же не запрещено. Я размышляв слух, это же не запрещено. Я размышляв слух, это же не запрещено. я не понял а что выключилась и это хреново миша это хреново звук не записывался значит надеюсь да нет в конце было на чем остановился на чем остановился все кто хочет быть гребанами блогерами обращайтесь ко мне все красиво замучу в описании всей ссылки все я погнал тогда спасибо всего доброго всех а всех с днем рождения что повторить вопросов больше нету да и денег тоже и денег тоже поэтому извините мы поехали тогда все домой все до свидания роман все будет сметно тебе макунг